Я не знаю, что сказать, из чего начать. Видео-то непривычное, по крайней мере, для меня оно непривычное. Всем добрый день, всем братский салам. Прежде чем вы поймете, что вообще это за выпуск, что это за видео, к чему оно приурочено, хочется сказать такие строки. Я не знаю, буду я прав или нет. Может быть, кто-то осудит меня за эти слова, может быть, кто-то наоборот поймет. Но хочу сказать так. Если в тебе, да-да, именно в тебе, человеке, который сейчас смотрит меня, если в тебе есть хотя бы капля человеческого, людского, то ты обязательно досмотришь это видео до конца. Очень многие из вас часто заваливают меня сообщениями, в комментариях. Многие из вас очень сильно любят зрелища. Многие из вас очень сильно любят, когда я разношу ладу там и так далее, да. Но в первую очередь вы все прекрасно видите, что в начале ролика у меня всегда бывает помощь. Помощь детям, нуждающимся. Иногда бывают одни и те же дети, да, вот, которым нужна та или иная сумма. Но суть не в этом. Вы заваливаете меня сообщениями разными, давай, Марат, вот эту машину, давай, Марат, вот эту машину, давай, мы хотим вот здесь, чтобы Жогово было, мы хотим, чтобы там ты ее разбил, там и поджег, разнес и так далее, да. И по возможности я всегда стараюсь находить автомобили, которые просите у меня вы, моя аудитория, да. У вас больше миллиона человек, а конкретно это почти миллион триста тысяч человек, да, которые подписаны на мой канал. Вот сегодня я очень сильно прошу каждого из вас потратить свои драгоценные 20-30 минут времени, чтобы посидеть и посмотреть не обзор. На самом деле не обзор. Это будет не обзор, здесь не будет ничего трешового, здесь не будет никаких матов, там, не, маты будут, скорее всего они будут, но не будут всяких выкриков, там, руганий, там, каких-то деталей, там, или еще что-то. И поэтому говорю, если в тебе именно есть хотя бы капелька, вот хотя бы вот такая капелюшечка, да, человеческого, людского, то ты обязательно посмотришь это видео до конца, оставишь комментарий, вот, и поставишь лайк. Дабы это видео поднялось в топ, попало в тренды, и больше людей увидели это видео, больше, потому что чем больше людей увидит это видео, тем полезнее оно будет впоследствии. И это зависит не от меня, это зависит конкретно именно от вас. Не важно какой он будет, хороший или плохой, но вы его оставьте, пожалуйста. Вот сейчас я, пожалуйста, прошу вас сделать это. Лайкните это видео, по-братски, вот, чисто по-братски, ребят. Вот, ситуация такая, потихоньку перейдем вообще, что это за видео. Очень много людей ко мне обращается за помощью, потому что изначально, когда создавался канал Asato Channel, на канале с первого его видео, по-моему, уже точно не помню, мы не то чтобы продвигали, да, мы старались помогать людям, а конкретно детям. Очень много людей мне пишут, помоги, пожалуйста, на пиво, помоги, пожалуйста, там, мне не хватает. Вот я разбил машину, мне надо купить другую, вот у меня умер пёс, там, заболела коза, там, не важно, там, образно говоря, да. Просто читаешь это и не то чтобы зришься, ты не хочешь отвечать на это. На самом деле, потому что, ну, ты видишь, что человек пишет тебе ахинею. Это на самом деле так, когда очень много людей просило у меня денег на абсолютно разные. Очень много обращений по поводу больных детей, которые на самом деле вот нуждаются в срочной помощи, в срочном лечении, там, и так далее. Я же говорю, огромное количество сообщений приходит мне в директ, в основном в директ, в инстаграме. Вот здесь он сейчас появится, в инстаграме, это Asata Channel Official, вот, где люди просят помочь. И я один, ребят, я на самом деле один, и справиться с таким количеством просьб, да, я просто физически не в состоянии. Я бы рад помочь каждому, абсолютно каждому человеку сделать, ну, доброе, именно на самом деле доброе, там, помочь как-то. Ну, я один, а количество сообщений, которые ко мне приходят, оно просто нереальное, на самом деле нереальное. Ко мне обратилось до этого, может, люди, которые отслеживают мой инстаграм, о вас почти уже 200 тысяч человек. Они не дадут соврать, буквально недавно я выкладывал пост о том, что девочки, наши девочки с Владикавказом, Арнелла Перцаева, так ее зовут, ей нужна, ну, я даже не знаю, молниеносная помощь, вот, реально помощь нужна молниеносная. Эта девочка очень сильно больна, реально очень сильно больна, и самое, что тяжелое, времени остается все меньше и меньше. Вот, и эти люди ко мне обратились, потому что, ну, просто приходит такой момент, когда люди уже не знают, где искать помощи. Люди отчаялись, опустили руки, они не видят помощи ни в нашем правительстве, они не видят помощи ни в депутатах, которые, блядь, вот, лишь только разговаривают. Они не видят помощи ни в телевидении местном, да, который, опять же, там, ну, где-то поспособствовало, но где-то там и не поспособствовало, где могло, да. То есть, самый последний момент, когда отчаиваются люди, они надеются на таких же простых людей, на таких же простых граждан, да, у которых осталась хотя бы капелька людского, что всем миром им смогут помочь. В итоге люди обратились ко мне со своей болью, со своей проблемой и сказали, ну, может быть, и не последний человек, который может нам помочь, но мы обращаемся к тебе, потому что ты имеешь связь с народом, имеешь связь с людьми, с человечностью, понимаете. Вот, и я сделал тогда, выложил пост об этой девочке, попросил мою аудиторию в Инстаграме, да, помочь. И, честно вам сказать, очень много ребят помогло. На самом деле, очень много ребят помогло. Я даже не ожидал, что будет такая огромная отдача. Вот, прям, мне было очень приятно, мне было очень приятно, несомненно, я прям, я прям был очень сильно удивлен, когда мне потом мать ребенка написала, что спасибо тебе большое. На самом деле помогли, помогли достаточно, достаточное количество людей. Я не знаю, писали ей, что там от бороды там или нет, это уже не столь важно, но помогли. В итоге, так получилось, что время идет, время идет, все это подзатухло, подзатихло. Люди отчаялись уже, и, ну, не то, чтобы они ко мне обратились еще раз, я обратился к ним. Я позвонил к ним, узнал, как дела, и решил сделать этот выпуск. Вот, еще раз повторюсь, ребят, пожалуйста, досмотрите это видео до конца, потому что сейчас мы пройдем в дом этих людей, мы покажем девочку, мы с ней поиграемся, мы купили игрушки, она прям очень такой лучезарный ребенок. Вы даже просто не представляете, что у меня творилось на сердце, когда я виделся с этими родителями. Просто смотрел в глаза матери, я видел в глазах боль, я видел пожар вот этот, знаете, и у меня внутри все переворачивалось, потому что я сам отец, у меня есть дети. И, наверное, только лишь человек, у которого есть ребенок, да, там, способен понять всю ту тяжесть, да, там. Нет, боль понять может, как бы, каждый, но именно вот такую боль, когда твой ребенок на твоих руках угасает. Глядел в ее глаза, и мне было страшно. Помимо Арнеллы, то есть родителей Арнеллы, ко мне обратились люди со Ставропольского края. С таким диагнозом, спинально-мышечная атрофия, да, в России очень много детей. На самом деле очень много детей, но лечения этой болезни у нас в стране, к сожалению, нету. То есть не занимаются лечением этой болезни, насколько я знаю, я, ну, не углублялся, сейчас мы об этом поговорим, да. Вот, и вот родители, увидев пост о Барнелле, у меня в Инстаграме, они написали мне, там же, прям под постом, пожалуйста, если не трудно, отметь нас тоже. В общем, я отметил их, и спустя какое-то время, когда я решил, что хочу снять вот этот вот ролик, да, там, то есть хочу снять эту серию, я вспомнил о них и хотел также помочь в этой серии и им. На самом деле это люди со Ставропольского края, еще раз повторяюсь, город из Синтуки. Девочку зовут Ростова Варвара, мы покажем обязательно ее фотографии, мы покажем все документы, вот диагноз и так далее, чтобы вы понимали, что это все на самом деле честно, что это все прозрачно. Этой девочке делали там, об этой девочке говорили по телевидению, ей делали флешмоб там и так далее. То есть девочка достаточно известна, вот, ну, имеется в виду, их проблема достаточно известна. Вот, поэтому и о ней я тоже хочу сказать, и хочу, чтобы мы совместно помогли, на самом деле совместно помогли. И очень многие из вас, ребята, меня ругают, ругают за то, что я рекламирую там компанию One X, да, там и так далее. Да, я рекламирую One X, на самом деле я рекламирую, но я вам больше скажу, с компанией One X я могу помогать людям, у меня есть возможность помогать хоть какому-то количеству людей. Сегодня я хочу сделать так, за ту интеграцию, которую мне заплатит компания One X, я честно говорю на камеру, честно говорю, я не буду озвучивать суммы, ничего такого не будет, нет, я просто хочу в цвет сказать. И я отвечаю за свои слова, потому что мы под Богом ходим, да, и грош мне цена, если я за них не отвечу, реально. То есть та интеграция, которая сегодня будет в этом ролике, те деньги, которые мне заплатит компания One X, я поделю пополам, ровно пополам. И отдам эти деньги этим семьям. Я половину отдам на лечение Арнели Персаевой, вторую половину я отдам на лечение Варвары Ростовой. Я отвечаю за свои слова перед каждым из вас, я не знаю потом, как вы хотите это узнать, там, узнаете, хотите узнавайте, мне, ну, моя совесть чиста, пишите им там на Инстаграм, там, еще что-то. Не знаю, как вы к этому отнесетесь, мне без разницы, как вы к этому отнесетесь, да, но я хочу сделать так. Сегодня спонсор нашего сегодняшнего показа, это ребята из One X. Слишком много говорить не буду, скажу просто так, все ссылки в описании. Переходите, регистрируйтесь и получайте бонусы. Вот, One X на самом деле нормальные ребята, благодаря которым я имею возможность помогать нуждающимся людям. Мы, наверное, подождем еще ребят, это наши местные блогеры. Обзоры на АвтоВАЗ набирают несметное количество просмотров. Восьмиминутное видео поход за новой Нивой набрало около трех миллионов просмотров. Трех миллионов просмотров набрало видео, в котором я практически ничего не рассказал, но это был АвтоВАЗ. Три миллиона просмотров, просто это зашкаливает, это очень сильно, это очень мощно. Вот, я хочу, чтобы вы, ребята, на этом видео сделали такое же количество просмотров. Больше. Это видео достойно больше просмотров. Пожалуйста, поднимите это видео в топ, сделайте лайк, ставьте лайки, пишите комментарии, поднимите его в рекомендации, я вас очень прошу. Пусть это видео увидит очень много блогеров, которые имеют доступ к огромной несметной аудитории. Пусть они выложат хотя бы по одной фотографии этих двух девочек, которые срочно нуждаются, вот, ну, прям очень срочно нуждаются в лечении. Если вы не можете помочь финансово, помогите информационно. Пожалуйста, репостите это видео, поставьте лайк и оставьте комментарий. Если вы не можете, там, ну, нет возможности, бывает нет возможности, да, хотя я вряд ли думаю, что у кого-то нет возможности скинуть один рубль. Один рубль, который может упасть у вас с кармана, просто упасть с кармана, и вы не обратите на него внимания, вы пойдете дальше. Но этот рубль может спасти кому-то жизнь, понимаете? Один рубль, один. Никто не просит у вас тысячи, там, и так далее. Ну, не у всех есть возможность, да. И сейчас сразу говорю тем людям, которые пишут, вот, мы не должны никому, у нас есть правительство, там, и так далее. Почему они не смотрят? Не надо смотреть на правительство. На него не надо смотреть. Все мы и так прекрасно знаем, как говнево жить в этой стране, бля. Все мы и так прекрасно знаем. Но от этого мы меньше любить ее не перестаем. Точнее, мы не перестаем любить от этого нашу страну. И я убежден, что от этого меньше человечности в нас быть, ну, просто не должно. Еще раз говорю, пожалуйста, если блогеры, которые меня там смотрят, не смотрят и так далее, просто будьте людьми. Не надо обязательно продавать свое эфирное время. Потратьте на него хотя бы одну минутку. 30 секунд. Просто сделайте пост на 30 секунд. 30 секунд бесплатного времени, ребят. Ничего с вами не случится. Ну, ничего с вами не случится. Не потеряете вы миллиарды. Я обращаюсь абсолютно ко всем автоблогерам. Автоблогерам, там, тревел-блогерам, кому угодно, там, любым блогерам. У нас огромные аудитории. Давайте пользоваться правильной этой аудиторией. Пожалуйста, сделайте добро. Просто сделайте бородатое добро. Вот. А мы пойдем. Дожишь ко мне? Нет? Почему? Я посмотрю, тоже такая куртка, как у кафа. Вот мы находимся в доме у ребенка. Это родители, это отец, это мать. Вот эта маленькая, прекрасная девочка. Она сегодня, правда, конечно, не в духе что-то. До этого она как-то была немножко подговорчивей. Вот. А сейчас она, наверное, такого количества людей не... Ну, я-то как бы ей уже знаком. Со мной она уже знакома. Вот. Ну, наверное, вот она не любит слово блогеры. Поэтому это наши инстаблогеры. Вот, кстати, хорошие ребята. Ссылочки я тоже на них оставлю. Внизу они тоже любят делать добрые дела. Вот. Поэтому мы совместно решили помочь этой семье. Вот. И сейчас, наверное, потихоньку-потихоньку приступим к рассказу. Нам родители расскажут, в чем проблема, с чем они столкнулись. Вот. И вы все это услышите своими ушами. Посмотрите своими глазами. Смотри, какие штучки принесли тебе блогеры. Вот так. Это все твое. Вот так. Еще открыть? Да? Да. А вот его ты знаешь? Болезнь началась, но она уже, как бы, до начала болезни, она стояла, держалась. И вот по кровати, по дивану она вот туда-сюда ходила. И вот буквально, ну, сколько? Вот полгода и... Ну, не привык я. Подвязан немножко, не то что немножко, а вообще абсолютно на другом. Все равно, никогда людское чуждо не было, поэтому мы сейчас здесь находимся, в доме этих людей, которые на самом деле нуждаются в простой людской помощи. Как я неоднократно говорил, что люди обращались, наверное, во многие инстанции. Если какая-то помощь или нет, это уже вам лучше знать, в вашей душе, в вашему сердцу. Мы вот с ребятами собрались и готовы сделать все, что возможно, все, что в наших силах. Вот немножечко расскажите нам, нашим зрителям, вообще о своей проблеме. Не разбираемся в каких-то медицинских терминов, мы далеко от этого. Я понимаю, что нужна огромная сумма денег, еще раз озвучу, может, около 100, поправьте. 151 миллион. 151 миллион рублей. 2 миллиона 400 тысяч долларов выставила нам клиника в штат Угайо, в городе Колумбус. Национальная детская клиника в США. Не знаю, будем пробовать, стараться. Если такие люди неравнодушные, нам будут помогать, верят в то, что мы соберем эти деньги. Но самая большая проблема у нас в том, что у нас многое тормозит. Даже вот сейчас, вот, у нас с утра начинаются вот эти разборки с инстанциями всякими. То, что у нас нету, в России он не зарегистрирован, этот препарат. И на него врачи не дают рецепт. Ну, не дают и все. Они не могут это сделать, потому что он в России не зарегистрирован. И из-за этой бумажки у нас очень бывают большие проблемы и тормозим. Мне тяжело говорить сейчас, я не могу подбирать слов, но... То есть я понимаю, что один единственный шанс спасения ребенка, то есть это вот этот препарат, которого в России нету, да? Его нет в России, он именно лечит этот препарат. А который есть в России, он тоже немалых денег стоит. Он стоит один укол в 8 миллионов. Он тут чисто поддерживает. Не дает быстро прогрессировать этой болезни. А что за болезнь? Объясните нам, расскажите. Вот в организме человека присутствуют два гена. СМН-1 и СМН-2. Они отвечают за выработку белков. Переработку, выработку. Это нужно для полноценной жизни, чтобы мышцы были всегда в тонусе, и человек как бы мог элементарно двигаться. Я уже не говорю о том, что сердце сокращалось, дохки сокращались, печень, желудок. Ну все, у нас же все на мышцах. И вот этот ген, он у нее СМН-1, он у нее сломан, отсутствует. А который его замещает, СМН-2, у нее там несколько копий. И благодаря этим копиям она вот такая, как она есть. Допустим, детки, у которых первый тип, они даже голову не могут держать, потому что вот эта СМН-2, у них меньше этих копий. У нее их три. А вот у деток, которые голову не могут держать, у них одна или две копии. Это еще, можно сказать, нам повезло. Этот ген, он не может работать в полную силу за первый ген. И со временем мышцы атрофируются, ребенок перестает. Ну, я, наверное, вы видели, в Инстаграм выкладывала фотографию, где у нее вот, она стоит, у нее сильно ножки выгнуты. Это у нее уже ноги, мышцы ног не держат суставы, кости, и они сильно выгибаются. Они, если ее оставлять так, может ноги сломаться. Ну, это не настолько страшно, как потом, последствия. Это самое сильное страдает позвоночник. Он начинает складываться, и все органы вымещаются с места. И в дальнейшем, ну, там страшно, в общем. Ты чего не играешься? Почему не играешься? Тортик не лепишь? Вот это кекс. Вот. Вот. Давай, маме, пусть в духовку положат. Дядя Марат любит сладкий. Ты ему будешь печь пироги? Конечно, она мне будет печь пироги. Маленькая вот такая вот она, вот маленькая. В общем, получается так, что единственное, наверное, спасение ребенка, это вот укол, который стоит просто немеренного количества денег. Еще раз обращаюсь к вам, ребят. Очень много видео моих смотрите, и мои видео набирают огромное количество просмотров. И, пожалуйста, ничего от вас не надо. Если кто-то, опять же, повторяюсь, не сможет помочь финансово, то хотя бы информационно поставьте лайк, напишите комментарий, и сделайте репост, чтобы о проблеме этих двух леток, Арнеллы и Варьи узнали, как можно больше людей, которые, может быть, впоследствии смогут чем-то помочь. Вот. Блин, я просто не знаю, что говорить еще. Очень тяжело. Говорить это, слышишь, сумма, 151 миллион рублей, это 2 миллиона 400 тысяч долларов. Это просто неподъемные деньги для простых людей. Ну, никто не дает гарантии на то, что это полностью лечится, но это единственная надежда у людей, ну, чтобы их ребенок жил. Поможет это или не поможет это, да, это верховному, да, там, решать. Вот. Но это последняя надежда людей. То есть люди, Жень, ну, устали биться там. Поэтому я очень сильно вас прошу, ребят. На самом деле, очень сильно вас прошу помочь. Все ссылки, все документы, может, кто-то не верит этому, может, кто-то думает, что это фейк там и так далее, там, что бы ни было. Все ссылки я оставлю в описании. Это родители этих двух девочек. Еще раз говорю, что сам лично помогал и помогу. И все, что могу сделать, это, наверное, самая большая информация, да, инфополе. То есть это моя возможность помочь. Я не знаю, давайте вот у вас была игра такая, которая называлась «Хвостик», да. У огромного количества людей есть вот эти сбербанковские карты-то там. Ну, то есть банковские карты. И у кого-то, может, есть там хвостик в 15 рублей, там, 2 рубля, 3 рубля. То, пожалуйста, переведите этот хвостик на лечение этим двум девочкам. Все ссылки, все контакты, они будут указаны внизу под видео. В общем, да, Арнелла? Да? Скажи им там «да». Ты мне испекла пирожное? Нет. Нет? Ты мне не делаешь пироженки? А? А? Не делаешь? Не делаешь ты мне пироженки? Вообще не делаешь. Нет. Все, я на тебя обиделся. Я к тебе больше в гости не приду. Знаешь? Отдай, это мое пироженка. Отдай мне пироженку. Отдай, это мой кекс. Отдай, это мое пирожное 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 пирожное. Хочется просто сказать, еще раз повторюсь, если ты тот, который сейчас смотрит меня в своем экране, имеешь хотя бы капельку человеческого, ты обязательно досмотришь это видео до конца, поставишь лайк, напишешь комментарий и сделаешь репост. Ну, если есть возможность, есть сделать репост, потому что у некоторых нет возможности сделать репост. Но лайки, комментарии, я думаю, очень сильно поднимут видео в тренды. И я хочу, чтобы это видео увидело как можно больше людей. То есть давайте совместно сделаем хотя бы так. Если кто-то не имеет возможности помочь финансово, то помогите информационно. Ну, на такое, наверное, если что-то хотите еще сказать. Очень много добрых и хороших, отдыхающих людей, которые на самом деле последним поделятся с тобой. Большое спасибо. Я тоже очень сильно благодарю свою аудиторию, да и вообще спасибо. Просто спасибо за то, что посмотрели, спасибо за то, что помогаете, спасибо за то, что не остаетесь равнодушными. И спасибо, что не чуждых, да, как это правильно сказать, что чужих, да, не чуждых, чужому горю, к чужой боли. Вот, я думаю, вам воздастся за это все. Соску, она наоборот, ты суешь как надо. Ты стесняйся. На ее тут же даже во сне будет спать, не спать. Да, перевернула, да. Бип. В общем, спасибо за внимание, ребят. Давайте просто поможем этим детям жить. И все. Больше нет слов, что договорить. С вами был Марат Борода и Арнелла Персаева. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok